И всем привет, ребят! С вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен одной интереснейшей рубрике, к которой мы давно-таки не возвращались, не записывали. Это гонка вооружений. Сегодня я её буду записывать с Артёмчиком. Артёмочка, поздоровайся. Да-да. Он смажет, хилит самого себя, но не может лечить своих союзников. То есть, есть у нас имба новая пушка и есть новая имбовая изидочка. И сегодня мы потестим, посмотрим, погоняемся и узнаем, какая же пушка на данный период времени всё-таки себя показывает лучше. Ну а чтобы вышла у нас новая часть гоночки вооружений, нам надо набрать на данном замечательном видеоролике всего лишь 200 лайков. Как только двухсоточка набирается, я зову сразу же Артёмочку, либо зову того же Аветис Мергелянчика. Я не знаю, там будет ли у него возможность или нет. И как в старые добрые времена, мы сможем бахнуть в жёсткую гоночку вооружений. Поэтому, по большей части, всё зависит только и только от вас. Если вам это нравится, если вы хотите продолжение, возвращение данной замечательной рубрики, то обязательно поддерживайте данный видеоролик лайком. Ну а сегодня, как я уже сказал, будет борьба Теслочки против изидочки. Играем на харьках по дронам бустера. То есть, всё одинаковое помимо пушек. То есть, только пушки у нас отличаются. И сыграем две каточки. Одну в контроле точек, вторую в ТДМ. То есть, обычный командный бой. Сейчас у нас увеличили и количество точек, и количество киллов в ТДМ. То есть, скорее всего, у нас не будет ни там, ни там досрочек. И полноценно посмотрим, что у нас получится. Кто набивает за два боя большее количество очков, тот, по сути, у нас победил. И та пушка у нас, ну, как бы, является более жёстко нагибающей. Поэтому, пробуем, Артёмочка, есть что-нибудь там сказать, там, по поводу изидочки, например. Ну, ты говорил там одинаковое выражение, но руки-то разные. Не, ну это понятно, что руки-то разные. Это понятно. Но, что касаемо изиды, вообще, тебе понравилось? Сосочка, ты же её недавно только получил. Жёсткая, нежёсткая, нагибает, не нагибает, разваливает или шляпа усатая? Да, баллона мало. Бой. То есть, баллона мало, а так, в принципе, дамажит по-жёсткому. Да, сколько там в секунду летит? Дамажит. 500. Ну, видишь, у тебя 500 очка, у меня тут с одной этой, дристулечки 2000 вылетает. Но, я думаю, что если там считать в секунду, то, наверное, примерно одинаково будет. Ну, ладно, начинаем. Тёмочка катает на 25 очке. У меня на этом аккаунте 25 очки нету, всё-таки это не основной. На основном у меня теслочки нету, поэтому смотрим, что у нас будет получаться. Что касаемо карты молотов, я считаю, что это очень хорошая каточка. И здесь можно постараться дать, ну, где-нибудь под сороковочку. Тёмочка, что ты думаешь? Дашь ты хотя бы килов 30 в таком бою или нет? Или бесшанцовая? Сейчас больше набьешь. Больше меня набьешь? Да, не дашь. Ну что ты рассказываешь? У меня в Тесла лучшая пушка игры. Ты что, об этом думаешь на какой-то изиночки дашь? Больше килов, чем я дала. Опа, боже, уже у неё 9. Габелла, у неё уже 9. Я слился. Ладно, работаем. Я буду более сконцентрирован, не буду особо троллить Артёмчика, потому что он, как всегда, на фулл фокусе в таких видосах. Я стараюсь, конечно, чуть ещё разбавить, чтобы у нас не было какой-то молчаночки, но нужно понимать, что мне тоже как бы стоит в каких-то моментах чуть больше запотеть и стараться давать как можно больше килов. Артёмочка, можешь меня подхилить? Не, не хочешь, братанчик? Вчера как лавсик подхилить чисто. Ну так, по единичке нормально дать. Не? Да не, лучше сдохни, не бей кивы. Ага, понял, хорошо. Так, ну и что ты вообще думаешь по поводу прожать овердрайва? Вот лучше прожимать их как можно быстрее, как только он у тебя появился, или же лучше там найти жёсткий тайминг, но при этом потерять там около минуты? По твоему вот мнению, как лучше вообще делать? Там быстро копится. То есть лучше просто жать по кд, вообще пофиг, когда, чё там, зачем, почему, вообще без разницы, да? На хоните, да? Это на викинге на датайминге. Пусть там овердрайва два раза в кадре. Не, на викинге, да, на викинге я согласен. Ну ладно, хорошо. Работаем пока, что карта, конечно... А, ключи, речи, бруточка. Карта, конечно, не супер бомбическая, да? Я бы не сказал, что она прям... Но, ааа, я понял. Минус скилл. Ааа, понял, и галатил вооружение, да, называется это? Не, ну у меня что-то на 120 очков больше, хотя это 4 килла всего лишь отрыва, то есть я больше точек, походу, захватил. Ну нормально. Нормал дэнс. Так, ладно, наваливаем полбоя, у нас прошло, 27 точек. Я говорил, что досрочек, скорее всего, не будет, но тут уже попахивает первой досрочкой. И, что касаемо, кстати, устройства на корпус, что ты вообще выбираешь? Я вот использую теперь на харьке новое устройство подавления, потому что очень часто бывают такие тайминги, что хочешь прожрать овердрайв, ты его просто не можешь дать, да? То есть вот на харьке я пришёл к тому, что лучше всё-таки играть на подавлении. Ты что думаешь по поводу подавления и вообще по поводу использования устройства на корпус? Ну я по дефолту отопить тебе. То есть подавление, шляпа усатое, говно полное, только лохи играют на нём, да? Они можно, находите на вас какие-то мозг. Понял. То есть моё использование данного устройства всё-таки неплохо, да? А то я просто думал, что там закатишь, скажешь, шляпа усатое. Так, ладно, пока что по очкам у меня вообще всё очень неплохо, да? Я не скажу, конечно, что у Тёмика слабовато тоже. В принципе, для половины боя трёхсотка в такой катке это тоже довольно-таки неплохой результат. И 16 килов, да? То есть это где-то ближе к тридцаточке Артёмочка идёт. Ну, Теслочка, вы видите, что себя чуть-чуть получше на данной стадии боя показывает, да? Может быть, мне просто какие-то лучшие тайминги попадаются. Хотя я сдох на один раз больше. Может быть, где-нибудь, Тёмочка просто не на того противника напарывается. Постоянно на Бланда-Бассе. А, полюх. Сгустя. Болемья Хантер стопил, чпокнул. Так, две минутки, две минутки, пятьсот. Ну, здесь было бы неплохо, дать бы где-нибудь около восьмиста. Я думаю, что это был бы очень неплохой результатик. Ну, пока особо сильно забегать вперёд не будем. Будем стараться играть аккуратненько, чтобы Артёмочка сейчас нас не чпокнул. Так, точки, я думаю, что особо сильно тут захватывать нет смысла. Потому что мы и так выигрываем. Потому что отрыв 24 точки, скорее всего, они даже не скрутятся только. Блин, у меня прилетела плюшка от Крусейдера. ГБЛ, так, вторые минуточки. Как думаешь, шансы есть у тебя? Камбэк? Камбэч на? Вообще, что касаемо Эзиды, по режимам, что лучше, как ты думаешь, да? То есть для такой вот комбинации, какой режим, всё-таки более грамотно как-то подходит. Там, ЦП, я не знаю, там флажки, осадочка. Что бы ты выбирал бы, если вот у тебя было право выбора, что бы ты выбрал? Ну, я играл только ДМ-ку, не знаю. Желательно закрытые карты, конечно. Кроме ДМ-очки, ты вообще не катал, да? На этой визитке. Ну да. Ну, и на ДМ-ки сколько стабильно можно давать килоб? Ну, то есть 40. Больше там 50-ку не давал, да? Офигеть, это как мне так пукнули. Ну, 50-ка на молоте напил. А, понял. Ну, понял. Короче, Эзида, всё-таки, если сравнивать с молотом, всё-таки молот поприятнее, да, будет? Давать получше будет. То есть... На твой сугубый взгляд. Ну, да. То есть, не сторонник, ты как Мишанечка, да? Мишанечка сказал сразу, что это Эзида, там всё, лучше всего. Ну, на Теске, конечно, ещё, наверное, особо не катал. Ну, может быть, пару раз только потестил, и всё. Поэтому для него Эзида это имба. Так, ну что, набалаболил я на 30-ку киллов. На 30-ку киллов. Не сказать, что, конечно, это сверхжёсткий результат. Я думаю, что здесь можно было бы дать и больше. Но 30... Полноценно 33 килла. Тёмочка дал на 10 меньше. Да, карта может быть не максимально удачная для Эзида. Хотя, в принципе, что Тесла, что Эзида, наверное, по дистанции даёт одинаковое количество, да? То есть, как бы, дистанция, что на одном вооружении, что на втором примерно одинаковая. Так, что касаемо второго боя, мы, как я уже сказал, идём в TDM. Отрыв пока что где-то около 150 очков. Ну, можно, конечно, сильно смотреть на эти очки. Но всё-таки здесь уже, ну, видна имбовость пушки, да? Эзида с этим устройством это крутая тема, да, безусловно. Но, как вы видите, всё-таки резистов от Тесла чки практически нету. Если попадаются, то их вот такой комбинацией можно очень легко чпокать. Ну, а что касаемо резистов от Эзида, Тёма вообще часто попадаются. То есть, в ДМК ты катал, там были резы. Если были, то они вообще решают что-то или ты от них очень понту ноль. Да нет, там все одевали от Тех пушек. Потому что за данком все катали на молотах. А, понял, понял, понял. Так, ну, неплохая карта. Неплохая карта определённая. Есть тут овердрайв на центре. Я, конечно же, его быстренько потырю, пока Тёмочка там килы. Старается забирать, но, походу, там никто особо не респится. Так, ну и если будет 4 противника, то я думаю, что это будет максимально скучный бой. Мы просто сейчас будем стоять и респить типов. Поэтому я надеюсь, что они сейчас хотя бы ещё пару-тройку прогрузятся в эту катку. И... Блин, почему они могут угрожать? А, вот, найс. И, может быть, получится даже досрочечку дать. Хотя сотку, если будет 5 противников, такой карте, конечно, особо не дашь. Но для наших вооружений, я считаю, что это очень хорошо подходящая карта. Да, то есть, единственная проблема это только в том, что, ну, противничков. Противничков маловато. Да, я вот могу просто здесь стоять и чпукать типов. Темочка, он там уже бегает за кем-то. Кого-то кошмарит по-жёсткому. Так, русейдер с овердрайвом. И чем лагающий, так, нормально. Двух быстренько с холлом. 8-0. Он тема, не ухилить, не наоборот. Я понимаю, что ты готов меня подхилить. Но толку от этого особо нету. Так, русейдер нет. Хорошо, молодец. Вообще красавчик. Он отменялся здесь. Ну и смотри, видишь, если я дамажу противника, то тебя подсосать фраг на соске крайне тяжело. То есть, эта тема, за счет того, что дает большое количество дэмэджа в одну секунду. Подсасывать у неё фраг очень тяжко. Можно, конечно, наверное, постараться. Но тяжеловато. Но и с бустером, когда четвёрочка вылетает, это, конечно, просто ГБЛ. Ты вообще на Тесле не катал, да? Не на тестовом нигде? Нет. Ну, а вообще, как тебе самому кажется, когда она появится в общем доступе, будет она ещё той нагибающей, как она вот сейчас? Или её сразу жёстко занерфят, и всё, и она будет слепа? Все резисты купят и всё. Не, ну, по сути, я бы сказал, что резы особо, ну, не спасают. Ну, то есть, например, вот при такой комбинации, то есть ты крытаешь на харьке и прожимаешь овердрайв, там, пробитие, плюс у тебя критический урон. Я бы сказал, что, ну, не спасают. Да, то есть даже если вот они её не будут нерфить, и она останется такой, то я думаю, что можно будет очень жёстко на ней даже дальше так наваливать. Ну, и вообще, по ощущениям, тебе со стороны там, ну, вот, попадались. Теслочки много. Челов, которые вот на Тесле именно жёстко, грамотно играют, там, дают большое количество киллов. Или чаще всего попадаются в какие-то такие ватники, которые особо ничего на ней сделать не могут. Ну, по типу, меня. Они все видят меня, будут бусте убивать. А, ты шпуху, да. Поэтому я не знаю, чё как. Ну, и чё, ну, ну, а, ну, 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 шпуху. Так, ну, у меня 20, у Тёмочки 10. То есть, в два раза больше Тесла набивает, чем и Зиль. Ну, да, и здесь, как бы, за счёт того, что есть возможность быстрого, большого дамага, очень большое количество киллов у меня удаётся подсосать. То есть, вот так вот просто, а, ну, ладно, это выпендрилось, получается. А ещё и ничего не надо забрать. А, ты убил. А, ты убил? Нет, просто убил. Упчик-то с другой забрал. Ну, полик убил, получил. Понял. Так, ну, ладно, забираем. Ну, максимально какая-то скучная катка. Три противника против. Просто своим респям. Интересно, сколько вообще за такие бои можно зарабатывать с кристаллов. 22 килла. 22 килла за полбоя, при том, что противника три штуки. Ну, вот сейчас четвёртого закидывает. На четыре противника. Так, конечно, вообще габрала полная. О, Тёмика чпокнули. Нагнул. Тантерочек. Но всё равно, да, то есть, если мы смотрим на большие карты, я считаю, что на Тесле ещё можно как-то более-менее стараться давать киллы. На Изиде такой на большой карте всё-таки всё равно тяжеловато будет. Можно, конечно, стараться давать что-то большое. Ну, вот, например, даже исходя из ДМ тех карт, да, то есть, на какой карте тебе было комфортнее всего играть? На Йоркшери, да? То есть, в ДМ-очке, на соске. На Кунгуре. На Кунгуре, да. Ну, нет, значит, Кунгур, как бы, я считаю, наверное, самый большой. И на Кунгуре удобнее, чем на Йоркшери, да? Ну да, там как-то противника было по-почти найти. Ну да, там, может, тайминги, как бы, хорошие, и ты постоянно, если рядом с кем-то респишься, ты быстро их сливаешь. Где-то тебе, наверное, две секунды, да, чтобы одного типа слить надо. Где-то около этого. Цередине. Ну, на Цеслочке иногда бывает чуть-чуть побыстрее. Чуть-чуть помедленнее. Самое жесткое, что контрит Теслу, вот что я лично заметил, это защитник. Вот против защитника, я не знаю, что как-то очень тяжко. А все остальное, в принципе, вообще изи. Даже броненосец, как я понял, что особо ничего там не сейвит. Можно просто давать по-дикому. Офигеть, я сминичтожился от этого шарика. Полторы минуты. Даже меньше уже, минута почти до конца остается. 29, 20. Ну, видите, все та же десяточка примерно, да, около десяточки сохраняется. То есть ничего, в принципе, особо сильно не меняется. Ну и если посмотреть на катку, вы просто смотрите, да, мы с Тёмой вдвоем даем, киллы 20, 29, и все. И у нас ни тиммейты особо ничего не делают, ни противники. Да, то есть противники, в общем, там страдают 17. 13, чего вы умерли. Ну и много вышло. Я не знаю, что было бы в этой катке, если бы здесь бы, типы бы играли бы от начала до конца. Может быть, удалось бы дать здесь около, например, 50 мне килов, Тёмику около 40. Но мы никто об этом не узнаем, потому что противничек с каточки ливнул, к сожалению. Ну вот, вот эти по-защитнику я сразу по тысяче. По тысяче начинаю накидывать. Это вообще. Там запустили, да? Нет, нет, бруди защитнику. Но я тысячу добавлю. Ну, взбойте, я бы, если так переделось. То есть быстро, она? Да. А, ну, может быть, я ошибся. Ну, короче, по тысяче. Когда вот по тысяче начинает лететь, вместо там четверочки, то на тесточке становится потяжелее. Так, ну и по итогу катка, ну, если бы здесь были бы повышенные, да, то есть фонды, это... Я бы около 6 тысяч взял, а ты 4 с половиной. Вообще, в принципе, по катке очень неплохо. Мы, ну, заформили, тупо уничтожили её, но, как я уже сказал, всё та же десяточка сохраняется. Поэтому, если уж сравнивать Теслу и Изидочку, Изидочка, я считаю, что, ну, по механике, наверное, к Тесле именно с Вампиром сейчас максимально близко подходит, да, и это сравнение мне лично хотелось бы очень сильно затестить, да, то есть мы сегодня всё это дело сумели вам показать. И я, наверное, ожидал немножко другого результата. Мне почему-то казалось, что Изида будет вот примерно на равных, да, то есть всё равно десятка есть. Если была бы, наверное, пожёстче катка, то, может быть, и даже больше можно было бы сделать отрыв, при том, что я, ну, не сказал бы, что я прям очень сильно старался давать как можно больше киллов, да, то есть, например, в том же Штурме, как вы видели, где я давал около 50, там сколько было, 58 вроде киллов, да, то есть там прям жёстко, дикие тайминги ловились, а здесь вроде как ничего такого сверхъестественного естественного не делаешь, но всё равно получается давать примерно вот такое вот количество киллов, и тридцатка для Теслы сейчас это стабильно. Пишите, что вы думаете по этому поводу, какие бы вооружения, какие-нибудь интересные, возможно, сочетания, тесты хотели бы вы увидеть в следующих видеороликах, ну и вообще хотели бы вы видеть всё это дело. Если да, то, как я уже сказал, 200 лайков у нас набирается на этом видеоролике, я в очередной раз вытягиваю Артёмочку, это крайне тяжело сделать, поэтому, ну, двухсоточка, я думаю, что сумеет всё-таки замотивировать данного молодого человека записать следующую часть гоночки вооружений, ну и, возможно, мы позовём кого-то ещё, поэтому поддерживайте видеоролик лайком, подписывайтесь на канал, если ещё не подписаны, нажимайте на колокольчик, дабы ничего не пропускать, С вами был мистер Ванька, Артёмочка, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Пока.